Не путать ГСМ и транспортный расход. То есть транспортный расход предполагает, что вы будете заключать с кем-то договор на перевозку или транспортировку чего-то. Это фактически договор услуг. Здесь все понятно. То есть по безнаму оплатили услуги, договор, акт, выполнение работы и все прочее. Но некоторые почему-то транспортные услуги закладывают ГСМ. То есть предполагают, что они будут пользоваться своим личным транспортом и приложат по этой статье чеки на бензин. Вот этого тоже делать не стоит. Проще тогда заключить договор транспортных услуг с физическим лицом. У нас тоже есть шаблоны таких договоров на перевозку или транспортировку для определенной акции и так далее. Где тоже указываются суммы и так далее. Вот в этом случае можно будет приложить. Поэтому имейте в виду, на будущее или сейчас у кого-то, если они заложены, у нас есть шаблоны таких договоров. Можете запросить, я вам вышла, чтобы... Да? У нас тоже была такая ситуация, знаете, она не в курсе. В таком случае можно еще заключить договор аренды на пользование транспортных средств сотрудника вашей организации. Я об этом не говорила. Да? Ну, если договор аренды, то есть сотрудник на договоре организации. И тогда можно будет оплачивать физическим лицом договоры. И с транспортного средства с физическим лицом. У нас есть договоры, разработанные юристами. Есть шаблоны договора. Договоры организации. А по проекту, допустим, работают волонтеры. Да. И можно ли им оплачивать, хотя бы, проезд к работе на общественном транспорте? Вы должны с вами заключить договор волонтера. И там указывается, что вы им компенсируете там расходы на транспорт. На транспорт. Они должны приложить вам все чеки. Да, билетики, чеки и так далее. Да-да-да. Подчет. Вот это можно? Да. Ну, обязательно договор. То есть это не командировочные, вот тоже многие ошибки делают. И если ваши, вот у нас были по СОНКО, просто сейчас пример приведу, были заложены, а в бюджете были прописаны расходы, как командировочные расходы. Все провели, выплатили, оплатили билеты людям, оплатили, значит, выплатили, как это правильно, суточные, все прочее и так далее и тому подобное. Оказалось, что люди, на которых приобретались эти билеты, которые выплачили суточные, они не являются сотрудниками. Командировочные могут выплачиваться только сотрудникам организации, которые работают на постоянной основе, с которыми заключен договор. Нужно ли этому органировать? Суточные могут только сотрудникам, а вот транспортные расходы и расходы на питание добровольцам можно компенсировать. Суточные нет, суточные только сотрудникам организации. Но проезд питания только через договор добровольцам. Да, если он не является сотрудником, то есть вы заключаете договор, где прописывается цель его. У нас тоже есть, да, планы? Все, это есть, да. Кого нет, можно обратиться, мы вам все-таки делим. А мы сейчас пишем смету, вот как раз, да, в проекту в будущем. Вот у меня указано у него, допустим, я в смете указываю у него зарплату, то есть мы ему, как волонтеры, все равно же должны как-то, да, то есть ее как-то, но мы ее не платим. Ну, то есть как это делаем? Ну нет, вообще волонтеры это безвозмездное, зарплата это уже возмездное. А как я тогда укажу, то есть он получается, что волонтеры, допустим, несколько человек, как мне просто обосновать в смете вот расходы на проезд, что я ему возмещаю? Ну, он оказывает вам услуги безвозмездно, но вы ему оплачиваете проезд, компенсируете, проезды указывают, что те расходы компенсации проезда волонтеров, то есть, да? Ну, вот допустим, если привести пример, условно говоря, когда мы проводим конкурс активное поколение и собираем людей, которые у нас победители на итоговое заключительное мероприятие в рамках этого конкурса, мы им оплачиваем проезд из области проживания и питания. Мы с ними заключаем, даже если у нас с ними заключен договор проекса, да, неважно, это наши, мы берем вот эти расходы на себя, это наши расходы. Поэтому мы с людьми, которых мы приглашаем, заключаем договор добровольца, где прописано, что цель его услуг, то есть, они обязаны там прибыть на какое-то мероприятие, тогда-то, тогда-то, цель этого мероприятия, и что они должны сделать. И пишут, что компенсируют расходы на проезд питания и проживания, компенсируют там центр города. Все, они нам прикладывают, когда приезжают и уезжают, да, возвращают в оригиналы всех документов, то есть, это проездной билет, либо проживание мы оплачиваем самостоятельно, да, и питание тоже самое. Чаще всего так, то есть, да, мы компенсируем, чаще всего мы компенсируем только проезд. То есть, заключается договор на компенсацию проезда. Понятно, да? А если, допустим, вот сотрудник приезжает к нам из Северодвинска на работу, да, мы там два раза в неделю, и то как вот отчитываются вот эти билетики, да, с автобуса? То есть, мы не оплачиваем этот проезд из рамка проекта, но как вот отчетность? Он штатный у нас сотрудник? Ну, он в рамках проекта. Ну что, он получает зарплату, да, значит, он в договоре с этим сотрудником должен ввести счетчик, что вы компенсируете ему проезд. Либо в гонорарх закладывается. А лучше всего, да, закладывается. Закладывается, если у него есть счет, это будет с налогом. Если вы поделаете с учетом того, что он будет есть, да, это проще. Не мелочи, может возникнуть счет, может быть, что-то нужно. Как вы ему поделите, если вы закладываете все это в гонорар, он сам рассчитывается. А для себя, для внутреннего, а вам свой отчет с него попросить. А можно поделить, да? А нам тогда в том случае нужно, чтобы только ваш документом переводить на руку. 20% от общей суммы проекта или запрашивания. А платежная переводит, да, и есть дармошенка. Проектная или запрашивания. Документы, платежки, ОООО. Ну, вообще, у нас уже с профессионалом, а как бы строить? А, вот смотрите, фонд оплаты труда, он должен составлять не более 20% от общей суммы проекта или от запрашивания, от общей суммы. От запрашивания, нет, мы же говорим, что вы запрашиваете, то, что вы запрашиваете, вы можете запросить не более того, что прописано в положении. Поэтому от этой суммы вы и закладываете. Вы хотите гонорар увеличивать за счет, вот вы говорите, проезд, это, конечно, проще, но это тысяча, у нас вон-то оплаты труда. И плюс еще налоги же с этого, поэтому выгодили все-таки прописывание. Ну, смотрите, кому как. Тут, понимаете, могут возникнуть у человека небольшие проблемы. Это может быть расценено, как вот вы же на ДКЛ не платите с этих билетов, да, а ему могут это воспринимать, ему будет картоход, да, и с него, нет, а дело не в этом. Ему придется платить 13% уже с самому. У человека это не очень. Это материальная помощь, это другое, это одноразовая материальная помощь, а билет, это вы компенсируете каждый месяц, видите, он проезд. То есть это уже не одноразовая, не одноразовая, нет, это уже другое. Это вообще такая тема. Как это все-таки? Можно ли договор аренды транспортного средства? А если машина наша? Ваша? Да. Она зарегистрирована на организации. Можно, да? Нет, вы прикладываете просто документы, чтобы машина принадлежит в юридическом учреждении, и все. Понятно. Есть еще вопросы по бюджету? Там, в принципе, я... Какие основные отношения с каждым делом? Желательно еще, знаете, что я хотела вам сказать, что вот, желательно, когда вы заполняете вот этот реестр, то вот порядок расходов, пожалуйста, я попрошу вас просто соблюдать, такой же, как у вас в договоре. Потому что, когда проверяем отчеты, отчетов очень много, там, порядка 28-30 отчетов вклад приходит, и чтобы было удобнее и оперативно проверять ваши отчеты, желательно, чтобы мы сверяемся с вашим бюджетом договору или изменяем бюджет. Поэтому, вот, желательно соблюдать порядок, да, уже сидим с другим, как у вас. Как? Ну, вот, конечно, я не хочу там не проговорить, показывать пальцем, но бывает, что вот присылают такие отчеты, что прям вот... Ну, вот хочется повеситься, вот реально, да. Вот где-то вот там первичные, вообще не пронумерованные вот такая стопа, отдельный реестр. И вот как? Вот это надо сидеть целый день, подбирать вот в реестр, где-куда, да, поэтому очень большая просьба. Подбираешь, чтобы ты куча, все бумажки. Поэтому, вот, да, то есть... И все первичные нумеровать в соответствии с реестром. Если у вас вот в реестр стоит от плата труда 1, там, да, значит, все, пронумеровали 1 по оплате труда и подложили. Там 1, 1, 2, 3, соответствующие приложения. И желательно, чтобы они, не надо, можно их не скреплять, а некоторые скрепляют, ради бога, там, чтобы они не раскуда-то не рассыпались, и не как-то. Можно просто друг за дружкой просто положить, чтобы можно было там. Ну, можно сейчас и расходчиком, и папочкой нужно... Нет, имею в виду, некоторые складывают, там, допустим, у нас расход, там, приобретение мультимедийного, там, аппарата. И вот у нас там счет, дальше идет у нас счет фактура, дальше у нас идет, там, накладная, дальше владежные поручения. И вот они вот скрепляют этот расход и прикладывают так, там, друг за дружку в соответствии вот с тем, как здесь написано. Скреплять, можно скреплять, можно не скреплять. Важно, чтобы они все были друг за дружкой. А договоры все сзади, да? Договоры сзади, можете так же, вот, комплект каждому расходу. Все удобные, вы сами не обожаете. Я на комплекте, когда вы раздавите, вот, например, для проверки, они очень удобно. Лучше, вот сразу, да, начисление зарплаты, да, расчетная ведомость, там, кассовая или платежка, и договор с человеком. Ну, тут сразу все видно, потому что там щеки, сзади, 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 сзади. По заработной плате, кстати, да, выходила. Ну, тогда вспомнил, что-то у меня в голове тоже крутилось. По заработной плате. По заработной плате. Что у тебя крутилось? В договоре и в единых требованиях и рекомендациях написано, что учет ведется отдельно от основной бухгалтерии. Вот, пожалуйста, большая просьба, особенно те, кто просто по СНКО, отдельно. Обязательно должны быть, если у вас прикладываете и заложены, тем более, налоги, расчетную ведомость по налогам. Чтобы было понятно, что вы заплатили. Если вы заплатили в общей платежке, чтобы было понятно, выделяйте сумму. Когда можно зарплату выплачивать по проекту? Если проект длится 6 месяцев, он переходит на следующий год. То есть мы показываем... То есть вам, да, где-то вообще зарплата по законодательству ежемесячно выплачивается? Если вы имеете в виду ГПТ, то можно там... Это как в год, можно раз в 3 месяца, по окончанию проекта, с приложения МАКСа, что человек выполнил... Ну, смотрите, они... Не показывать налоговые просто эти деньги, потому что там много объясняться по прибыли. Ну, нет, но это... То есть могу я выкладить? Как в договоре, там, например, ГПТ, да, можете там строчечку тоже... То есть там плата производится, ну, там, 50% после предоставления выполненных работ, там, в 3-50% после предоставления акта закрытия... Договор, подробности, это будет... Договор, обязательно. Обязательно. А если мы, например, при месяце им платим, мы при... На как деле есть это... ДПД нельзя, каждый признают, это уже не ДПД, это признают уже, как вычисление оплаты, труда, то есть налог будет уже в фонд социального сокрования обязательно платить, потому что ДПД нужно знать, что это не ежемесячный выклад, то есть, ну, хотя бы раз в афтамочной теме, раз в и месяц... А, да, если еще не... Это уже не... Это заработок на плате поиск вот так? Ну смотрите, здесь в чем себе фишка. Смотрите, если вы заложили в бюджет проекта оплату труда бухгалтера и руководителя проекта, и они у вас являются сотрудниками вашей организации, вы можете договор с ними не заключать. Вы можете просто по организации приказом, что вот в рамках такого-то проекта таким вы сотрудникам начисляется, есть что-то там, закладывается. Это если вы выплачиваете месяц, и на каждый месяц делают договоры. Если вам угодно не писать, то уже не будет. Для сотрудника, если вы ежемесячно, то лучше вот так, чтобы сотрудникам. Если нет, то КПТ выплатить либо 50% тогда, 50% тогда, либо одновременно, после обучения, в плане юга. Для работы, я уже сам не бегаю. В связи с какой-то ремонт, я уже открою. Где она вообще делается? Да, ты что? Я не влюбал. Я сталкиваюсь с вами. Если вы бюджетная организация, вы должны придерживаться там вот этого 40-го ФЗФ. Это уже там ваши внутренние какие-то там должны быть установки и так далее. Какой суммы? Да. А вы внутри организации, да, оговариваете, до какой суммы вы там проводите эти торги. То есть у вас должна быть внутренняя политика разработана. Вы правы, как это вам? Там план граждан тоже сомневаться. Я и говорю, что это внутренняя политика организации, поэтому это все зависит от внутренней политики. Нет, слушай, вот я прикажу, что завтра на работу прикажу. Я говорю, с чем я могу подойти к гуравтеру, потому что, ну, застопыли у нас там, дело с приобретением-то, потому что сумма-то небольшая, и там, как бы, желающих-то участвовать. А у вас в организации бухгалтер-то есть, да? А как же? Ну, вот это его прямая обязанность, ознакомиться с этим законом. Если что-то она не понимает, значит проконсультироваться и доложить вам, как вот это должно выглядеть. Вы из-за этого платите деньги. Спасибо. Спасибо. Потому что, ну, на самом деле, мы глубоко не обликаем. Ну, потому что у ФЗ, что мы не диджетная организация, да, единственное, что я знаю, там есть два каких-то варианта в этом ФЗ. То есть там с торгами, без торгов, и плюс вот эта внутренняя политика. Вот это то, что я знаю, потому что у ФЗ, больше, к сожалению, сказать очень не могу. Вот, а вот так. Вот так. Спасибо. Ага. Так, ну, побеседуйте, вдруг у вас что-то встебет? Да. Спасибо. А мы отчитываемся только вот за потраченные деньги, которые мы вам дали, а не за то, что вы присылаете. Да, да. Вы отчитываетесь за те средства, которые вам заявили. То есть мы связаны, может быть, собственно, средства и за них начали. Вы отчитываетесь за них в содержательном отчете. Там есть небольшой разделчик, где указано, какие средства вы привлекли, и от кого, и на что. Кратенько, то есть у нас там расписывают. А смотрите, если у вас расход расписан на две графы. То есть у вас вообще сумма там, словно говоря, 150 тысяч, то вы запрашиваете 50 своих, то у вас все равно расход 50 тысяч. И вы мне покажете документы на 150, но в них напишите, что за счет средств гранта сумма 150 тысяч. А вы будете делить платежи? Вот смотрите, если вы приобретаете, допустим, ну вот, например, у вас по бюджету, я не знаю, там, что может быть. Ну, давайте опять же так мультимедийный проект, там несчастный. 80 тысяч рублей заложено. Вот у вас эта сумма разбита на две графы. 80 тысяч, там, 50 собственные средства, ну или запрашиваемые, да, 50, и сколько там, 30 собственные средства. Вы готовы вложить для покупки вот этого мультимедийного аппарата. Вы же не будете им выставлять, вы же не будете просить им выставлять счет на два разных, на две разных суммы. У вас будет платеж на 80 тысяч, в котором вы покажете, что за счет средств гранта 50 тысяч. А прикладывайте их. Мы не просим вас отчитаться за собственные средства. Только в том случае, если они идут как софинансирование на утвержденного бюджетопроекта. Вы правильно понимаете, что у вас, когда вы составляли заявку, у вас в бюджете было написано, что транспортные средства только собственные. Они в бюджете не должны были отразиться в договоре, по идее. Нет, вы не отчитываете за собственные средства. Нет, нет. Только в том случае, если у вас, если именно софинансирование данного расхода утвержденного бюджета. Если изначально в заявке было, что у вас этот расход идёт только за собственные средства, то вы не отчитываете. Нет, вы не отчитываетесь. Вы отчитываетесь только за тот бюджет, который вам профинансировали. 50, который вы запросили. А прикладываете документы на общую сумму, в которых пишите пояснение. Да, что за счёт средств кранта. То есть, платёжное поручение. Вы заплатили 80, вы пишите по проекту 50 тысяч. И мы понимаем, что хоть вы заплатили 80, то в счёт уберётся только 50. То за это. И вы ставите в реестре тоже 50 тысяч, а не 80. То есть, в реестре у вас должны быть статьи расхода, наименования и статьи расхода и суммы только из утверждённого бюджета. Неважно, он изменялся, либо он остался таким, как будет договор. То есть, соответственно. Как раз мы договором. Если мы видим, где договора, то нужно будет или нет? Копиновальный аппарат. Если вам дали договор, то делали сдерживание. Это уже надо... Покупка. Зачем? Да, покупка. Это ваша внутренность, например, печатная продукция. Нет, это документ для вашей внутренности, это гарантия. Он получается по гарантии, как-то для гарантии обслуживания. Нам он, в принципе, не нужен. То есть, если это на товары договора, то не обязательно. Нам важно на услуги и заработную плату. Договор. Приложите. Так. По бюджету, если какие-то вопросы у вас сплывут, Елена Петровна будет ещё здесь. Я немножко сейчас ещё тоже отвлекнусь по содержательной отчётности. Ну, как я уже сказала, тоже есть форма. Её желательно не менять. У кого-то нет. Запросить. По идее, по нашим конкурсам я всем отправляла вместе с договорами. Когда я отправляла договоры на согласование, отправляла архивированные файлики с отчётностью. У кого-то, если потерялись, пишите вам выше. Значит, здесь всё довольно упрощено. Раньше мы писали текстовое, сейчас просто упрощено. Единственное, я вас очень прошу не упрощать вообще до минимума. То есть некоторые там пишут, допустим, мы просим прописать, проанализируйте полученные результаты. То есть вот здесь, да, основные результаты. Вот здесь желательно хотя бы написать.